всем привет добро пожаловать на канал спортивного питания тема сегодняшнего выпуска это набор спортивное питание для crossfit crossfit сейчас один из самых популярных видов спорта достаточно тяжелый красивый но и требующий конечно же внимание к рациону к режиму к большому количеству тренировок и чтобы хорошо восстанавливаться между своими тренировками и показывать на тренировках продуктивность и прогресс можно принимать добавки и конечно же поддерживать режим а теперь перейдем конечно же к самому набору первые позиции конечно же у нас всегда для здоровья добавки идут это витамины и омега вид витамины как мы знаем нужны для всего и в том числе и иммунитет поддержка сердечно-сосудистой системы это омега-3 снятие воспалительных процессов обмен веществ целом то есть эти две добавки они незаменимы и должны использоваться в абсолютно любом виде спорта добавки могут варьироваться это могут быть там оптимен оптимумен женский может дали формула такая как представлена или же не малпак она чтобы витамины были и витамины были соответствующие вашим нагрузкам допустим дали формула это такой более базовый можно что-нибудь посильнее конечно же или же варьировать дозировку самой дали формулы то есть никто не запрещает дали формулу там по 2-3 штучки в день есть главное не в один прием то есть дробно 2 с утра и второе после обеда омега вы также можете принимать от другого бренда главное чтобы она была у вас в рационе это то что касается корня такого потому что если у вас не будет крепкого здоровья собственно потренируйтесь там не знаю месяц два-три первый холод первый какой-то грипп все месяц температура там болезни ну кого-то там семь дней две недели по разным сам факт что вы выбиваетесь из графика собственно в этот период как раз не тренируйтесь силовые падают масса откат по всему откат идет на это никому не нужно и поэтому лучше конечно же себя беречь и принимать первую очередь конечно такие добавки следующая добавка будет у нас креатин креатин нужен для силовых показателей выносливости энергии также небольшую прибавку к массе дает но это больше касается к моногидрату в данном случае для кроссфита чаще используются конечно же виды которые не задерживают воду в организме это допустим как здесь показан и креатин малат это может при алкалайн это может быть и гидрохлорид для таких форм креатина минимальный эффект задержки воды как бы идет насыщение мышечных клеток водой это конечно же полезно очень хорошо но допустим кроссфите это может просто повлиять на выполнение упражнений собственно вы будете быстрее вставать за счет задержки лишнего организме воды даже многие допустим которые ребята принимают креатин на третьей неделе там загрузки уже чувствую что при ходьбе у них просто тупо забываются игры это обычная ходьба а представьте что вы будете делать какие-то допустим там отжимания или же ходьба на руках верх ногами и поймите что будет как бы дискомфорт поэтому лучше брать конечно такие формулы или же уже смотреть по индивидуальной переносимости но креатин должен быть потому что силовые показатели очень растут от него проспит требует и функционала и силовых обязательно также следующая добавка у нас будет протеин в данном случае bsn синта но можно и любой другой принципе брать или обойтись даже без него тут уже как бы все от вас зависит если вы видите что у вас в рационе много белка там причем разных источников мясо рыба и так далее то можете принципе и без белка обойтись но если вы видите что у вас принципе большие пробелы между приемами пищи это вы можете использовать его изменитель питания или же даже гейнер можно взять для этих целей или же второй момент если вы видите что у вас белка в принципе недобор по питанию или же белки некачественные там не знаю какая-то сменительная курица белки из сосисок и прочих подобных изделий это не считается вообще белком там сосиски и так далее поэтому лучше конечно же или же сбалансировать приемы пищи или же добавить в рацион порошковой смеси допустим как комплексный протеин синта 6 или же там вайгл стандарт козеин все зависит от время приема белка если вы не хотите после тренировки принимать то можно там допустим комплексный все зависит будет от времени приема белка как бы в подсказках у нас сейчас появится какой протеин лучше выбрать по времени приема как вам удобно там будет по скорости усвоения а мы переходим к следующей добавки как бы слава ткана как раз стоит здесь в данном случае у нас будет исполнять роль как восстановитель потому что тренировки тяжелые достаточно крем мышечная крепатура постоянно наблюдается и чтобы быстрее восстанавливаться между самими тренировками будет принимать такие быца быца можно принимать и с утра и перед сном и после тренировки и даже во время тренировки тут уже будет все зависеть от нагрузок по базовому набору в принципе витамины омега там плюс креатин протеина ваше усмотрение это уже у нас как бы база такая то есть если у вас нет больших финансов эти добавки будут более такие обязательные протеин уже смотрите по себе быца и прочие добавки мы уже добавляем как бы если у вас есть финансы если у вас допустим мало денег и вы хотите сразу там купить быца и просто закрыть лоза на вот эти первые три не делайте этого уже же конечно в первую очередь взять там витамины креатин и омегу и сбалансировать приемы пищи креатину не будет постоянно приниматься он будет приниматься микро циклами такими собственно это выглядит так месяц полтора пьем две недели месяц перерыв и заново собственного поэтому у вас цена варьироваться на добавки будет в месяц разное в один месяц вы уже пьете креатину другой не пьете и поэтому уже где-то экономим следующая добавка у нас глютамин глютамин также восстановитель как и быца желательно его принимать после тренировки и допустим перед сном также можно даже страна тощак плюс он еще укрепляет иммунную систему и способствует выработке гормона роста что позитивно будет сказываться на вашем восстановлении альтернатива быца и глютамину уже есть такая добавка в котором есть быца и глютамин все вместе то есть вам не нужно будет покупать отдельно быца отдельно глютамин вам можно приобрести такую связку и принимать ее в нужный вам интервал времени по приему всего этого комплекса я уже в конце как бы расскажу наглядно как этому будет выглядеть там что с утра что перетренировка и так далее а мы переходим следующей добавки часто у людей возникают вопросы с суставами это может быть возрастные врожденные приобретенные какие-то моменты банальная травма надрыв есть вот такая замечательная добавка для сустав называется хондропротектор состав зачастую это у нас глюкозамин хондроэтин сера плюс еще может быть там коллаген разные добавки для снятия воспалительного процесса для чего нужен такой продукт это восстановление связок сухожилий снятия воспалительных процессов например если у вас травма или же есть какие-то хрусты в суставах банальные лучше сделать профилактику или же пролечить потому что данный вид спорта будет нагружать суставы и дабы избежать серьезных травм лучше сделать какую-то профилактику но опять же тут по потребности если вам там 17 18 лет у вас нигде ничего не хрустит все хорошо или там 20 чем-то лет все хорошо то вам она принципе не нужна данный продукт он именно по потребности будет добавляться в рацион следующие добавки относятся уже более к самому функционалу тренировки первые у нас будет изотоник изотонические напитки это смесь углеводов полезных минералов для четкие напитки нужны они повышают энергетический потенциал во время тренировки поддерживает оптимальный уровень глюкозы в крови собственно на тренировке вы быстрее восстанавливаетесь у вас больше энергии на самой тренировке и этот продукт можно даже смешивать забыться и принимать допустим изотоник плюс быца и у вас будет колоссальное восстановление во время тренировки у вас будет куча энергии и быстро восстанавливаться будете между самим подходами особенно это актуально период длительных каких-то тренировок там у кого-то часа полтора два три очень нужная вещь изотоники и летом многие наблюдают за собой в период допустим жары что начинается судороги и так далее чтобы не было таких моментов нужно держать в рационе обязательно витамина минеральный blend и вот как раз изотоники изотониках есть тот же калий натрий магний как раз и из-за дефицита таких минералов наблюдаются судороги также есть такая замечательная аминокислота бета-аланин бета-аланин у нас выступает как буфер молочной кислоты то есть вы не так будете быстро вставать во время тренировки не будет такого быстрого мышечного отказа многие слышали что допустим делаете упражнения у вас отказ пришел и вам говорят типа молочной кислотой забился это и есть как раз этот момент то есть без добавки например бета-аланин вы делаете там подход на бицепс не знаю 12 раз например с определенным весом с этой добавкой у вас не знаю процентов на 20 увеличивается количество повторов то есть намного повторку то на функционал набег бета-аланин очень хорошо играет поэтому для данного вида спорта бета-аланин очень хорош в принципе если у вас есть притреник то вы можете и не использовать бета-аланин но притреник в кроссфите нужно как бы подбирать также с умом особенно если там большая дозировка кофеина или же есть подобные экстракту эфедрина герани какие-то компоненты они могут просто банально повышать давление и даже вредно носить потому что вид спорта такой высокоактивный и если вы наблюдаете уже какие-то моменты сосудами без притрена то притрена ухудшит это конечно же состояние поэтому аккуратней с ним и многие дай бы избежать таких неприятных моментов просто берут делают сами такие энергетические комплексы этом бета-аланин пца глютамин перед тренировкой и затоники во время тренировки и мст жиры очень классная вещь на самом-то деле мало кто о них знает скажем так это жиры которые пойдут прямо в энергию это так называемые среднецепочные триглицериды получают его из натурального компонента из кокосового масла и вот в чем логика я когда вы выпиваете перетренировка его этот весь жир идет на энергию собственно в америке сейчас есть много добавок там энергетические напитки типа red булла с кожего в котором будет вместо допустим там кофеина будет там комплекс из таурина тирозина и вместе данный продукт не будет повышать давление не будет влиять как-то на сосуды и более того такие добавки могут принимать люди у которых проблемы там с давлением или сосудами и это очень хорошо поэтому вот такую добавку можем использовать перед тренировкой как энергетик перед тренировкой там за час в качестве энергетика или же в день и тренировки с утра особенно тех кто сидят на безуглеводке очень вещь хорошая следующая добавка у нас инозин многие его принимают аптечное название рибоксин единственный момент рибоксин зачастую по 200 миллиграмм идет здесь уже по полграмма в одной таблетке активная дозировка хорошая это полграмма собственно добавка для чего нужно вы на тренировке увидите что у вас лучше и легче само отдыхание а также добавка данная влияет очень позитивно на поддержку сердечной системы но и принципе умышленно потому что и делает большую доставку кислорода собственно подведем итог данного видео как это все принимать уже наглядно день тренировки проснувшись с утра натощак вы делаете коктейль на стаканчик воды 200 миллилитров добавляем порцию креатина порцию быца бета-аланин полуграммовка это допустим если малат будет это грамма 4 креатина малата плюс по 5 грамм быца 1 2 грамма бета-аланина и выпиваем это все то есть у нас с утра бета-аланин быца креатин можно даже еще и порцию глютамина но если у вас будет такая быция как показывал быца с глютамином то вами даже проще у вас уже все замиксовано креатин требует как бы ежедневного приема и желательно чтобы в день тренировки прием был с утра к бета-аланину это не обязательно относится но у него также есть накопительный эффект мало того что вы выпиваете его перед тренировкой но если вы его пропиваете в течение месяца у вас целом выработка молочной кислоты уменьшается то есть если вы функциональный вид спорта любите если будете принимать бета-аланин вы увидите как бы существенную разницу выносливостью но и с утра у нас не помешает для восстановления что-то выпить это будет быца плюс глютамин далее проходит некий интервал времени вы завтракаете ну например вы выпили в минутам 40 прошло позавтракали нормально выпили витамины омегу у кого есть добавка для сустава можно и суставы выпить далее между прием пищи вы можете выпить порцию протеина или как заменитель питания и тут в принципе от тренировки там вечерняя или же дневная или же утренние там не зависит потому что все перед тренировкой даже утренней бы делает какой-то прием пищи легкие и собственно как раз натощак в любом случае вот это все будет приниматься далее у нас при тренировочный комплекс идет это полезные жиры и назин бета-аланин по времени быстрее конечно же всего усвоится и масти жиры то есть вы можете их принять минутам за 20-15 до старта прям порцию колпачок они рекомендуют 15 миллилитров но можно и начинать по 5 миллилитров и посмотреть на переносимость данного продукта посмотреть какой выхлоп от него идет насколько продуктивность вашей тренировки увеличила с помощью данного продукта за час до тренировки инозин он во все время идет в таблетках так что его за час и бета-аланин его можно принимать если это таблетки то с инозина вместе а если это порошок то можно его минут за 30 креатин у нас также добавляется перед тренировкой вместе с инозином если это капсулы если порошок то можно мешать его с бета-аланином перейдем сразу же к следующему приема это во время тренировки бета-аланин можно совместить вторую порцию во время тренировки с быца будет отличная связка и с изотоником это можно все совместить делаем такой замечательный напиток на тот объем воды который мы пьем зачастую это 0507 смотря у кого какая потребность и собственно от этого еще и варьируем дозировку но порции за тоника понятно она примерно будет одинаково там можно 5-10 грамм быца и порция бета-аланин а кстати не сказал перед тренировкой 2-3 грамма и во время тренировки можно половину этой порции добавить воду потому что уже ранее была принята добавка перед тренировкой и есть момент такой что если вы много употреблять будете бета-аланин а за раз именно большая дозировка там более трех четырех грамм для кого-то даже два грамма хватает и возникает чувство такое парастезии так называемое покалывание по телу многие думают что это аллергические какие-то реакции на самом-то деле здесь ничего страшного нет но покалывание от характерные присущие минуты две-три потом проходит когда вы принимать будете его там в течение недели каждый день добавка приедается и этот эффект ослабевает собственно он будет выполнять свои функции но вот этого покалывания не будет все это вообще как бы побочный скажем так эффект но он не влияет никак негативно на организм но есть такое просто покалывание далее тренировка у нас закончилась мы выпиваем восстановитель наш отличный быца вместе с глютамином или же если это будет комплекс то быца с глютамина вместе выпили не нужно ничего смешивать и на зиму и масти и баталанин но тут уже бы не особо актуальны контр протектор также идем допустим в душ и после душа можно еще порцию белка выпить тут уже как бы на ваше усмотрение или же и сохраняете вы или весовую категорию или же есть если вы набираете видите что в принципе прием пищи не скоро будет дабы не терять калорийность не нового рациона можно выпить даже порцию гейнера или же такую синту потому что продукт достаточно калорийный 200 калорий на порцию для протеина много вариант хороший ну и в принципе все после тренировочные у нас как бы момент закончен далее мы можем перед стом опять еще для лучшего восстановления выпивать порцию бца и глютамина собственно на этом дневной рацион тренировочного дня закончен в день не тренировки остается все так же все тоже перед сном бца с глютамином с утра натощак там края креатин бца аланин после три приема пищи и витамины обязательно а вот и на зина масти в принципе можете употреблять и изотоник вы можете употреблять сугубо вне тренировок кто занимается кроссфитом профессиональная и не увидел данном ролике какой-то добавки напишите в комментариях какой продукт и для чего он нужен почему бы вы его посоветовали в новичкам потому что этот ролик буду в первую очередь смотреть новички которые решили заниматься или же допустим ребята которые уже тренируются но по каким-то причинам ранее не использовали там большом изобилии спортивное питание в основном у всех заканчивается это все на протеине и там бца глутамин максимум поэтому пишем оставляем свои комментарии под этим видео они очень многим помогают всем спасибо за просмотр кто не подписан на канал подписываемся до свидания